Проблема стихийных свалок и отсутствие скотомогильника являются на сегодняшний день острыми проблемами жителей поселка Жаркын. Населенный пункт находится в 7 километрах от города и специализированные организации не обслуживают его. Местному населению приходится самим решать вопрос утилизации отходов. Территория вокруг поселка захламлена. Этому способствуют городские службы и предприятия, которые также сваливают здесь мусор и строительные отходы, жалуются жители. Проблема загрязнения стихийных свалок для семейского региона становится с каждым годом все более и более актуальной. Большие масштабы приобрел этот вопрос на окраинах города. Огромные стихийные свалки разрастаются близ населенных пунктов. Мы находимся на одной из них, расположенной в двух километрах от поселка Жаркын. На подступах к поселку Жаркын открывается нелицеприятная картина. Повсюду разбросан мусор от бытовых отходов до строительных материалов. Дополняет картину зловонный запах разлагающихся трупов животных. Сейчас близ поселка выросли сразу два стихийных мусорных полигона. Местные жители жалуются, мусор сюда привозят и из города службы, чтобы не платить деньги на городском полигоне. С каждым годом свалки разрастаются и приближаются к населенному пункту. Сюда же вывозятся и канализационные отходы с самого поселка. Все благоустраивают свои дома, строят ванные комнаты, ставят стиральные машины. Соответственно, строятся и септики, то есть канализационные отходы собираются. Приезжают с города коммунальные службы, которые высасывают, чистят эти септики, но они и не выливают в положенное место, потому что положенное место в городе находится, так как оно далеко, им легче все это вылить в степи. И в степи создается эрозия почв и так далее. То есть все эти отходы в степи там, где пасется скот и табуны сельских населенных пунктов. Это тоже считаем одним из аспектов экологической катастрофы. Хуже всего то, что здесь же вынуждены пастись домашние животные посельчан. Уходить дальше им нельзя. Дальше территории частных хозяйств. Вместе с травой они едят и пакеты. На этой свалке пасется скот. Здесь мусор лежит и со своего поселка, и из города. Животные едят этот мусор. Когда зимой забиваем скот, мы находим в животе у животных целлофановые пакеты. Также скотина питается здесь трупами животных. Они валяются повсюду. Бексултан Шваб проживает в поселке 40 лет. Содержит несколько голов крупного рогатого и мелкого скота. Для половины местного населения частные подворья – единственный способ пропитания, говорит мужчина. Однако уже не редкие случаи отравления скота. Раньше при совхозе была база скотомогильник. Все туда возили. Потому что в то время лисы здесь водились, песцы. На этой базе туши дробили и ими кормили лис и песцов. Вот так туши животных нигде не валялись. А сейчас скотомогильника нет. Каждый бросает трупы животных, где придется. Вот так и свалка образовалась. На весь сельский округ имеется лишь один скотомогильник. И тот расположен в селе Приречное. Везти туда трупы животных далеко. Поэтому останки скотины оставляют прямо посреди степи. Поселку с населением 700 человек необходим собственный скотомогильник. Почему его не построили ранее, в местном Акимате не знают. Недавно назначенный Аким Приречного сельского округа Булатпек Джумадилов заверил, что займется решением этого вопроса. До этого я не знаю, что там происходило. Я на этом месте только полгода пришел к Акимам, Приречный сельский округ. Вот эти проблемные вопросы все на контроле. Сейчас в данный момент готовится смертная документация. Как смертная документация будет готова, мы подойдем в отдел экономики бюджетную заявку. То есть на уборку этого мусора всего. То есть хотим там два альгон, как вы видели, два стихинах. Одну увезти на одну, где на вторую за азартаном всего есть. Там еще одна свалка есть. То есть там большая яма. Мы все туда будем вывозить. В общем, очистку будем делать. Насчет скотомогильника этот вопрос тоже поднимается сейчас. Но думаю, в ближайшее время решим этот вопрос тоже. А пока местные жители по мере возможности самостоятельно решают проблему мусором и проводят субботники. Сауле Байгалиева, Султанбек Уралбеков, Телеканал Семей.